Детская и подростковая преступность Очень хорошо умеют пользоваться различными электронными устройствами И с помощью них они совершают преступления Ну и мошенничество То есть это традиционно взрослое преступление Но тем не менее наши дети продвинулись и в этом плане Угоны Очень возросли Вообще звучит как-то странно, согласитесь Детская преступность В связи с этим действительно интересно Какой процент правонарушений совершают 14-летние А может быть и младше Я наверное начну с того, что у нас ответственность уголовная наступает 16 лет Но ряд преступлений, за которые наступает и 14 лет И традиционно те преступления, которые совершают наши дети Это те же кражи, угоны В сфере высоких технологий В сфере незаконного оборота наркотиков Ответственность наступает действительно с 14 лет Приведу небольшую статистику За прошлый год несовершеннолетними совершено 335 преступлений 313 детей участвовало в совершении этих преступлений Но у нас еще же есть и целая категория детей Это 212 детей, которые совершили фактически преступление Но возраста они не достигли Это 12-13 летние Да, в основном они тоже совершают кражи Но есть у нас и угоны среди них Двое мальчиков так вот взяли, угнали лодку Ну, не подумали, конечно, они, наверное, о том, что это будет преступление Но, тем не менее, это преступление просто они не достигли возраста Но фактически это 212 еще таких же вот преступников Они не подумали, но я уверен, эксперты стараются разобраться В психологии малолетних преступников В случае к случаю Что движет этими ребятами? Что их толкает на нарушение закона? Разбираясь в причинах Мы выделяем, конечно, разные причины Это действительно и порой незнание закона Как вот мы уже сказали Иногда это жажда наживы Иногда это и пьяная удаль Потому что наши дети совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения И неблагополучие в семье тоже очень сказывается на том, как ведет себя ребенок в обществе Ответственность за те же преступления, связанные с наркотиками, серьезная Но даже это порой не останавливает? Почему? Банально Нажива Жажда денег Легкие деньги Дети в основном выступают у нас закладчиками Это быстрые деньги И каждый из них считает, что меня не найдут Потому что связь идет через интернет И каждый думает, что я умнее правоохранительных органов Только статистика говорит о том, что раскрываемость достаточно высокая И если вот посмотреть, то за прошлый год у нас совершено 16 преступлений В сфере незаконного оборота наркотиков детьми Из них 9 это сбыт Это сбытчики, но которых действительно установили И которые сейчас понесут очень суровую ответственность Потому что действительно, правильно вы говорите, очень большие сроки назначают суды за такие преступления И в завершение, Ольга Александровна, подводя черту Что на ваш взгляд является действительно действенным механизмом профилактики И вообще, нашли ли специалисты ответ на вопрос, как можно влиять на ситуацию Ответы ищем каждый год Пытаемся их найти и пытаемся влиять на эту ситуацию Одним из механизмов влияния на профилактику подростковой преступности Я считаю, это все-таки занятость детей Чтобы они были заняты в неурочное время Тогда у них остается меньше мыслей о том Что сделать, куда потратить это время Второе, это то, что дети все-таки должны больше знать о том Какая наступает ответственность за их деяние Сейчас начал реализовываться проект Школа правового просвещения во всех учебных заведениях Где задействованы все субъекты профилактики Мы надеемся, что, конечно, это очень поможет нам Ну и работа с семьей Чтобы не было плохих примеров Спасибо большое за это интервью Действительно повод задуматься До встречи в эфире До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok